Привет, с вами Виконста. Сегодня мы отправляемся в Новый Свет. Иду я по набережной в Судаке. Время 9 часов утра. И посмотрите, уже отдыхающие позанимали места на пляже. Идем на автостанцию со стороны аквапарка. Будем отправляться в Новый Свет. Есть определенное расписание. Автобусы ездят оттуда практически каждые 20-25 минут. Также можно еще добраться в Новый Свет с автостанции в Судаке. Самый главный. Тут аквапарк-остановка, а там центральная автостанция. И мы будем отправляться вон аж туда. Вот там гора Сокол. Чуть дальше гора Орел. И спустя некоторое время для вас это пару минут пройдет. Но для меня, думаю, минут 30-40. И я буду уже на том берегу. Конечно, уже начинает народ подтягиваться потихоньку. Хотя вот лежаки пустые. Стараются все на своих подстилках лежать. Так как все-таки арендовать шезлонги дорого. Если, допустим, семья из трех человек, то если арендовать шезлонги, грубо говоря, на час, то это надо заплатить 450 рублей. Это просто на час полежать. Но 4 часа уже, соответственно, чуть подешевле вам будет. 1200 рублей платить за шезлонги, полежать 4 часа. Ну, для меня это дорого. Не знаю, как для вас. Поэтому народ старается на своих подстилках лежать. Вот аквапарк. И вот там чуть дальше будет остановка. Отсюда также уезжают экскурсии по побережью Крыма. На вот таких внедорожниках. Уазы в основном. Конечно, клиренс впечатляющий. Ну, и вот автобусная остановка. Сейчас будем садиться в маршрутку. Маршрут номер 15. Аквапарк Новый Свет. И вот остановка. Аквапарк Новый Свет. Вышел я на остановке. Вот сюда прибывает автобус. И смотрите. Вот это вот гора Сокол. Почему ее так назвали? Не то, что она выглядит как Сокол. А в этих местах обитает очень много хищных птиц. Сам поселок Новый Свет. Небольшой по размерам. Но очень вместительный. Теперь, что касается цен на жилье. Сейчас я проходил. Вот пару там номеров сдавали. Заходил, я спрашивал. Ну, как за себя. Я говорю, здравствуйте. А сколько стоит комната? Ну, поселиться. Удобств никаких. В общем, мне сказали 800 рублей с человека. Я говорю, а что в номере? Кровать, тумбочка, душ, туалет общий. Ну, я спросил немножко подороже номера, если там с условиями. То около полторы тысячи мне сказали. Это хороший номер. Но это с одного человека. Не знаю, как будет за двоих, за троих. Но все, что есть, то я вам рассказал. Сам поселок Новый Свет начали называть после того, как Николай II посетил владение князя Голицына. После выпитого бутылки вина, сам Николай II сказал, ну, по поверю, как это было. Я как в новом свете. Ну, и сейчас мы тоже в новом свете. Только без бутылочки вина. Сам Новый Свет привлекает туристов тем, что здесь очень красивые виды на море. И кристально чистая вода. Так как это Новосветская бухта. Выходим на центральную набережную в новом свете. Здесь также снималось очень много кинофильмов. Один из них, 3 плюс 2. И вот там чуть дальше будет камень Сундукова. Ну, и вот посмотрите количество отдыхающих в новом свете. Давайте спустимся вниз. Конечно, ветер поднялся. И немножко всколомутил воду. Ну, и вот сам поселок Новый Свет. Видите, вода бирюзовая. На камере очень хорошо видно. Немножко угол камеры уменьшил. Чтобы вы посмотрели количество отдыхающих. Еще некоторые шезлонги пустые. Ну, а так люди стараются лежать на своих подстилках. Кстати, гора Сокол. Это окаменелый риф. Самые высокие в Европе. Если на него забраться, то надо идти от дороги и подниматься вверх. Общее время составит около полтора-два часа в пути, если вы будете идти не спеша. Видите, здесь тоже был дождь и все мокрое. Из гор начала стекать вода. И там вот есть такие промоины. А так, конечно, уже начинается жара. У ветерок такой прохладненький. Посмотрите, вот отсюда все стекает. С города вниз в море. Но море нижняя точка, поэтому отсюда все будет вытекать сюда. Посмотрим с другой стороны новый свет. Набережная здесь небольшая, но вместительная. Сейчас вид с этой стороны вам покажу еще. То есть вот тропинка, по которой все ходят на море. Кукуруза вареная пахнет. Знаете, вот так возьмешь ее, солью посыпешь и кайфуешь. Посмотрите на самом море. Еще бы не было такого сильного ветра, то, мне кажется, была вода намного почище. На берегу также есть ряд столовых, кафе, где можно пообедать. Но чек в среднем, я вот смотрел, на одного человека составляет около 400 рублей. Если не сильно, так раскошеливаться. Брать все самое такое простое. Но в то же время сытное. Конечно, если вы любитель там покушать очень дорого и вкусно, то, я думаю, в рублей 600-700 вы вложитесь. Посмотрите, какой вид открывается. И вот здесь точно так же, после вчерашнего потопа, выходит отсюда вся грязь и вода. У горы то там, и все то, что находится в новом свете, вот сюда вот в море уходит. Места есть еще на пляже. Вот здесь на пляже присутствуют камни. Не во всех местах они есть, но все же. Видите, сколько народа пошло на тропу Голицына. Там чуть дальше Царский пляж. Почему назвали Царский? Все та же история с Николаем Вторым. Он посетил князя Голицына. Поехали они туда покупаться. И после того, как он окунулся в том месте, назвали Царским пляжем. Здесь народа чуть поменьше. Посмотрите, какая бирюзовая вода. Видимо, здесь получше, чем в Судаке. Видите, какая глиняная местность. И все в грязи. Отсюда поток воды, видимо, был. И все это лилось в море. Конечно, виды здесь шикарные. Но набережная здесь, наверное, заканчивается. Потому что уже концовка. Лавочек нет. Но мы давайте отдойдем до самого конца. Я вам покажу те места, где немножко поменьше людей. Слышите цикады? Стрекочат. Пирс. Здесь, видите, народа вообще нет. Ну и вот камень Сундукова. Вот там дорога автомобильная, по которой мы ехали. Раньше ее не было. Ее сделали относительно недавно. Ну а там чуть выше, у подножья горы, была тропа, по которой соединялся Судак с Новым Светом. Поэтому это все делалось вручную. Ну а спустя некоторое время переделали дорогу на асфальтную. Видите, здесь вода почище. Хотя видимость небольшая. Может метра два, два с половиной максимум. Давайте еще вниз спустимся, пройдемся вдоль пляжа. Все-таки на море приехали, чтобы вам показать его немного. Шезлонги здесь деревянные. В основном я видел на побережье Крыма это с пластика. Но с дерева, наверное, чуть удобнее лежать, так как все-таки доски более ровные. Но присутствуют камни. Смотрите на пляже. Видите, первый выход с моря. И все, ведь вот такая канава. И все это оттуда стекает. Здесь также можно арендовать катамараны, осуществить прогулку на катере. И отсюда также отправляются рейсы в судак. Такая пешая прогулка у нас. Посмотрим, что здесь творится. Но отдыхающих, я бы сказал, не сильно много. Видимо, дождь всех разогнал. Тут шезлонги вообще пустые. выходить, конечно, больновато и заходить в воду. Видите, здесь немножко побольше людей. Почему? Потому что с этой стороны сразу же выход на пляж. И вот еще овраг. хорошо, что есть вот такие деревянные подставки под ноги. Приятно по ним идти. Но там, видите, все битком уже. Настюш, он тебя не слышит. Конечно, людей поболее. и тут тоже сходит вода. Сегодня я показал вам новый свет. Если вам понравилось это видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, ну и, конечно, пишите комментарии. С вами на канале был Виконста. До новых встреч. Пока! Пока!